МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я еще кое-что заказывала. МП-3 плеер и тест на беременность. Ой, простите, совсем забыл. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты моя. Извините, что без печенья, но оно закончилось. А к чаю больше ничего нет. Да, девочки, надо признать, что и в нашей семье наступил кризис. Степан бы, конечно, этого не допустил. А сейчас его с нами нет. А значит, нужно самим думать, как выпутываться из этой ситуации. Ну, на одну мою пенсию мы долго не протянем. Что будем делать? Какие будут соображения? У меня в волонтерском центре зарплата небольшая. Конечно, вряд ли это существенно поможет, но все равно она вся в нашем распоряжении. Галь, может, тебе устроиться на работу? Зачем? Я вообще считаю, что вы рано паникуете. Да, Степы нет, но, во-первых, я уверена, что он скоро найдется, а во-вторых, есть компания. А ты уверена, что там можно изъять какие-то деньги из оборота? Я уверена, что в компании всегда есть прибыль. А семья имеет полное право распоряжаться этими деньгами. Я считаю, что нужно поехать к Саше, объяснить ему ситуацию, он обязательно поймет. Знаешь, ты, пожалуй, права. Я сама к нему поеду. Прямо сейчас. Я тебя никогда не оставлю. Не обману, не предам. Ты обещаю. Да, обещаю. Грузовики угнали. Товара нет, денег на новые грузовики тоже нет, новых поступлений нет. В общем, вот такие вот дела у нашей компании. Мы на грани банкротства. Господи, чем же я нагрешила-то в прошлых жизнях? Сначала Богданка пропала, потом Степан, а теперь компания пропадает. Я же не знаю, что вам сказать, Фаина Марковна. Черная полоса. Александр Павлович, здравствуйте. Сюда идут водители, у которых грузовики угнали. Я... Да, угнали. А в чем наша вина? Сами еле выжили. У нас жены, дети и вообще. Своя жизнь ценнее, чем все ваши грузы. Я понимаю. А чего вы хотите? Мы тут это спросить хотели. А зарплата когда будет? Ну и хорошо, что вы сами пришли. Я как раз думал вас собирать и объявить, что денег у компании нет и зарплаты задерживаются. Тогда мы будем увольняться, нас семьи кормить. Да сами вы во всем и виноваты. Здоровые мужики. Вот если бы вы не струсили, и грузовики были бы, и зарплата вовремя. А если бы вы медикаменты раненым везли? Или бронежилеты в АТО? А возили же, не боялись. Тут что произошло? Положа руку на сердце, хочу сказать, что... Мы и правда поставили все, что у нас было на эту перевозку. Поставили и проиграли. Поэтому... В общем, вам решать. Могу лишь сказать, что... Милиция разыскивает грузовики. И обещала найти, как только найдет, так возобновим работу. А пока... Берите и отпуск за свой счет. Машина краденая? Естественно. Ты где-то еще такие цены видела? Что-то все равно дороговато. Скидывай пару тысяч. Слышь, красавица, мы с тобой не на базаре. У меня знаешь, какой спрос у них? Ты все такой нервный, а? Короче, мне с тобой разговоры разговаривать некогда. Не хочешь, не бери. А в кузове что? Мебель какая-то. Даешь ее вместе с машиной? Забирай мне. Все равно с этим барахлом возиться некогда. Стой. Сейчас бабла косанешь и поедешь. Нервный. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Максим Анатольевич. Ты что здесь делаешь? А то ты не знаешь. Давай рассказывай. Я уже все следователю рассказал. Вали отсюда, руку пасти, дура. Да мне все равно, что ты следователю рассказал. Что ты со Степаном сделал. Ничего я, с вами Степаном, не делал. Я вообще не знаю, где он и что с ним. Ну, сестра моя тебе не верит. Что исповедуешься, очисти душу. Да, руку пусти, больно. Ну? Я повторюсь. Я не знаю, где ваш Степан. Увидел объявление в газете. Решил денег заработать. Позвонил твоей сестре. Вот и все дела. Пусти, больно. Ладно. Сунешься еще к семье Матвиенко. Я тебя из-под земли достану. Все кости переломаю. Веришь? Давай, поздоравливай. Медсестру позвать? Не надо. Слышь? М-м? Так я тебя недооценил. Ты у нас, это, бизнес-леди выходит? Выходит. Ты должна на фуру почти даром урвала. Ништяк. Между прочим, эта фура была груженая хорошей мебелью. Так что теперь твоя задача все эти буфетики, кроватки, комодики толкнуть. Ну, это дело, конечно, только кому. Она ж, походу, краденая. А ты у нас законопослушный. Ну, поди ментам меня сдай. Да. Землякам своим вспихнешь. Они у него с чек не потребуют. Понял? Блин, ну это не водку паленую впаривать. Товар-то дорогой. Понятно, что дорогой. Толкнешь дешевле, деньги поделим. Чего не ясно? Да ясно, ясно. Чего ты заводишься? Не вздавай меня кинуть. Да блин, ну чего ты, обижаешь? Мы же теперь эти, как его, партнеры. Давай, партнер, иди, без денег не возвращайся. Как говорится, жди меня, я вернусь. Только очень жди. Уже начала. Так что, дела наши плохи, совсем плохи. У Александра даже не хватило денег расплатиться с рабочими. Они собираются увольняться. Вы знаете, я хотела сказать, что я могу подождать зарплаты, если нужно. А я предлагаю собрать все наши средства, сколько у кого есть. На карточках, в заначках, где там еще. Сложить в общий бюджет, подсчитать, потом распределять. Да. Да, ты права. Нам сейчас всем нужно сплотиться, иначе мы не справимся. Вы только Свете ничего не говорите, она и так на взводе после всего. Да, Свете не нужно ничего говорить. Ну, конечно. Я предлагаю не откладывать, а заняться финансами прямо сейчас. Да? Угу. Здрасте. Ох, Костя, ты меня напугал. Саечку за испуг. В общем, Костя, я давно хотела с тобой поговорить, но нигде тебя не могла найти. Ты просто пропал. О, какая честь. Сама Светлана Матвиенко решила меня найти. Позволь поинтересоваться, зачем вдруг. Хотела расспросить о Богдане. Интересно, почему меня? Ну, вы же с ней, ну как, тесно общались? Может, ты знаешь, куда она делась, или вдруг видел ее? Я ее? Светочка, я в детективов не играю, пропавших не разыскиваю. Да и вообще, ты думаешь, ее еще стоит искать? Что? Ладно, ладно. Перегнул, признаю. Свет, ты чего? Ну, мне тоже очень жаль, что с Богданом так получилось. Но я ведь друг. Тебе и Богдане. Идем поговорим. Ты же хотела, сама сказала. Костя, было бы с кем разговаривать. Итак, тех, кого я сейчас отмечу, делают шаг вперед и молча. Ты, 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 ты. И давай ты. Шаг вперед. Ага, а что их это? Так, разговорчики. Остальные в барак, быстро. Шевелимся. Скоро будем на свободе. Привет, подруга. Партия собрана, как и договаривались. Готовы принять? Хорошо, тогда жди звонка. Итак, остальные. На горшки собрать вещи. И по моему сигналу грузимся в грузовик. Все ясно? Чего смотрим? Пошли! Хотели видеть меня, Виктория Алексеевна? Мне нужно встретиться с Александром Савченко. Насколько я знаю, Александр Павлович не хочет с вами общаться. Постарайтесь сделать так, чтобы он захотел. Постараюсь. Это все? Пока все. Прости, что отвлекаю. Ничего, давай говори, что хотела. Ночью холодно. А важно, чтобы доноры не были простужены. Больной товар никому не нужен. Боюсь, заказчики могут быть недовольны. Я думаю, надо найти им теплую одежду. Тогда у нас будут еще заказы. Хорошо. Найдем теплые носки, телогрепки. А нет, тогда в следующий раз. Можно будет завернуть какой-нибудь грузовичок волонтерский к нам на огонек. Мой друг нам поможет. У тебя все? Нет, у меня еще один вопрос. Валяй. Скажи, а что будет за Богданой? Ну, это та, которую я привезла и выходила. Поедет вместе с остальными. А почему у них с другой партии девочек, публичный дом? Она молодая, смазливая. А у нас уже появились любимчики? Слушай. Ну, вообще, ее на органы рискованно. Она все-таки бывшая наркоманка. Так. Я сказала и точка. Тем более, это приказ хозяйки. Хочешь оспорить? Мое дело предупредить. Тогда молчи. Знаешь, самой не в кайф. Отправить ее и забыть, как страшно. А, с остальным товаром все в порядке? Угу, все хорошо. Тихо. Тихо. Гена, что такое? Успокойся. Садись. Сейчас Ксюха увидит. Передумает и не видать нам свободы. Подожди, выслушай меня. Нам и так свободы не видать. Только что случайно подслушал разговор Ксюхи и Наташи в медпункте. Что ты там делал? Хотела с Наташей поговорить по поводу обезболивающих. Что для тебя у тебя же закончились. Так вот я узнал, что означают метки у нас на руках. Они означают, что мы здоровы и что нас выбрали, чтобы это... Что? На органы, понимаешь? Что? Так нужно всем сказать. Отлично. Надо, но не сейчас. Начнется паника. Здесь слишком много охраны. Нужно дождаться, когда нас вывезут отсюда. Нам в дорогу отправят человека два-три охраны. Тогда всем и расскажем. Тем более по дороге будет легче сбежать и скрыться. Да, ты прав. Приживай. Все будет хорошо. Я с тобой, Ярех. Давай уже не томи. Это что? Ну, ровно твоя половина. А что так мало? Где заныкал? Слышь, обижаешь? Скажи спасибо, что хоть столько. Почему в рублях? Нафиг мне деревянные. А ты хотела в фунтах стерлингов? У местных жителей бабла вообще нет. Им на хавку еле хватает. Это мне повезло. Я двух ополченцев встретил. Уговорил их твое барахло купить. Нифига себе барахло. Между прочим, натуральное дерево. Резная мебель. Ну, хоть карельская береза. У них бабла нет. Ну, не трынди. Ополченцы нормально получают. Тем более, мы им каждую неделю отстегиваем. Не, ну, они, может, и нормально зарабатывают. Но они же привыкли все на шарик получать. Я начал с ними торговаться, меня чуть не пристрелили. Ой, бедненький, испугался. Смешно тебе? Мне было не до шуток. Передернули затворы, и все. Пришлось отдавать за то, что предложили. Врешь, как дышишь. Что, ты не веришь мне? А что ж ты сама свою красоту резную не поехала впаривать? Сдрефила? Умная сильно, да? Одевайся, поехали. Спросишь у них, какого хрена они твой хлам так дешево купили. Успокойся, продал и продал. Нам сейчас о другом нужно думать. Иди готовься к поездке. Я не могу понять, зачем тебе понадобилось увидеть меня. Я хочу тебя порадовать. Я убила Диану, я признаюсь. Меня все равно отпустят, а с тебя снимут все обвинения. Ты психопатка. Кого ты еще убила, а? Мы даже не знаем, где тебе место. За решеткой или в сумасшедшем доме. Но это не тебе решать, родной. Я все равно выйду. Мы будем вместе. Да, все-таки в сумасшедшем доме. Ты такой судьбы хочешь для матери своего ребенка? Что? У нас будет малыш. Ты что, не рад? Какой малыш ты? Ты с ума сошла? Показать тебе тест на беременность? Теперь все имущество Савченко будет принадлежать нам. Больше никаких претендентов. Только мы и наш малыш. Вика, ты... Ты вообще мозгами тронулась. Я позаботилась о том, чтобы уничтожить небрачное потомство моего покойного муженька, дочь Люси Полищук. Что ты сделала? Думаю, ее дочь уже мертва. Или умрет в ближайшее время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня ночью вы отправляетесь в новую жизнь. Ну, слава богу. Не бойся с тобой. Каждый день новое объявление о пропавших. Это за сегодня три новых? Да. Господи, сколько людей пропадает. Я это только по Киеву, Люсь. Я еще сейчас в интернете объявление сделаю. А где вы видели этого человека? На Аболонской набережной? Ага. Ну, и что? Похож на фото Матвиенко? А в чем он был одет? Родимое пятно на щеке. Ну, нет. Вы знаете, это не он. Спасибо за желание помочь, но... Да, до свидания. Он никогда не найдется. Я уже в это не верю. Все эти объявления, поиски, разговоры, ни к чему. Уже слишком много времени прошло. Галя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лиза, ты что, не слышишь? Открой. Светка, ты в порядке? С тобой ничего не случилось? Ничего не случилось. Слава богу. Саша, объясни, пожалуйста. А что должно было случиться? Люся, можно тебя на минутку? Нужно поговорить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Говори. Твоей дочерью угрожает опасность. Я встречался с Викой, и она заявила, что девочке не жить. Почему? Что она и сделала? Света – единственный ребенок ее покойного мужа. И Вика уверена, что девочка будет претендовать на наследство семьи Савченко. Это бред. Нам не нужны ваши деньги. Света – моя племянница. Не хочу знать ни тебя. И твою семью. И родственнице своей передай, что мы вас знать не хотели. Люся. Оставьте нас. Лучше никогда сюда не возвращайся. Светке нужна охрана. Ну что? Зачем Саша приезжал? Ну не молчи. Все и так на взводе. Что он сказал? Ничего интересного не сказал. Так что не переживайте. Ну что, красавцы и красавицы, все готовы? Надеюсь, тепло оделись, шмотки все на себя натянули и на горшок сходили, потому что в пути остановок по требованию не будет. Здрасте. А если приспичит? Я долго терпеть не могу. Рот закрой. Мы не хотим проблем с местными властями, так что поедем окольными путями. Остановка будет только одна. И эти ваши шмотки там никому не нужны, только лишний вес. Оставляйте их здесь, там вас всем необходимым обеспечат. Ну а потом, что надо себе сами купите. Ясно? Загружайтесь. Пошевеливай. Слышала, остановка одна, так что только тормозим, быстро прыгаем и влезь, хорошо? Ну что, придашь Алке, что вы остаетесь тут за главных. Я вернусь максимум послезавтра, чтобы мне здесь порядок был. Не переживай, справимся. Ну и как вернусь с добычей? В обеде не оставлю. Давай, иди. Ну что там? Что-то меня наша сладкая парочка смущает. Надо бы за ними присмотреть. Ну так и присмотри. В чем проблема? Магдана, иди сюда. Иди, иди, в кабине с нами поедешь, там теплее. Мне и тут хорошо. Я говорю, с нами в кабине поедешь, там теплее. Че ты споришь? Булками давай своими, шевели. Пришла пожелать тебе спокойной ночи. Спасибо. Люсь, а почему Саша приходил? Он такой взбудораженный был, страшно. Не прощай внимания. Давай. А скажи, ты бы могла его простить? Не сейчас, когда-нибудь. У вас такая любовь была. Больше всего хочу забыть, так как страшный сон. Конечно, не мне тебя учить, но мне кажется, тебе нужно найти в себе силы его простить. Ты моя мудрая, милая девочка. В случае с Сашей это предательство. Предательство я простить не могу. Светочка, хочу тебя попросить кое о чем. Да? Не приходить домой позже девяти. Хорошо, не вопрос. Никуда не ходить самой. Тебя будет Кирилл сопровождать. Люся, я не хочу быть все время под контролем. Ну да, это тяжело, но времена сейчас непростые. Твой отец пропал. Вдруг это похищение? Думаешь? Ну не знаю. Нам лучше подстраховаться от опасностей, даже мнимых. Я обещаю, долго это не продлится. Хорошо, Люся, я буду осторожна и очень внимательна. Ты молодец. Если бы был папа рядом, нам нечего было бы бояться. Так. твой папа мудрый, сильный, ответственный, и он обязательно найдется. Веришь? М-м. спокойной ночи. Спокойной ночи, Люся. Мальчик мой, мальчик мой родной, где ты? Только бы был живой, только бы был живой. Господи, за что ты нас так наказываешь? Сначала Богданка, теперь ты. Столько бед. Столько бед, что я даже не знаю, как это все пережить. Что, Светочка? Легла спать. Вы знаете, о чем подумала? Мы без мужчины пока остались. Нужно быть осторожнее. Времена нынче непростые. Точно. Сейчас на улице нужно уголовников встретить. Ну, паниковать не стоит, конечно. Ну, немного осторожнее быть не помешает. Окна закрывать на первом этаже двери. Уходя, даже ненадолго ставить дом под охрану. Светочка пускай ездит с Кириллом каждый день. Возвращается не позже тебе идти. Ну, и нам всем стоит поддерживать связь, знать планы друг друга, где кто находится. Да. Да, Людочка, ты умница. Правильно? Береженого Бог бережет. Вы не против? Да, нужно себя беречь. Ладно, пошла я спать. Поздно уже. Всем доброй ночи. Спокойной ночи. Лиза, ну, ты проверь окна, двери, сигнализацию. Да, хорошо, конечно. Я тебе помогу. Спасибо. я слышал, как начальство говорило между собой, почему они так следят, чтобы мы не заболели, потому что им нужны здоровые органы. Да заткнись, придурок, хватит тут страшной сказкой рассказывать, а то так отделываем, что ни на какие органы не сгодишься. Да поверьте мне, это правда. Все, достал. Итак, привал пять минут. Девочки направо, мальчики налево. Девочки, подошли ко мне. Быстро. Давай, Шуруй. Стоять! Что, сбежать хотели, да? Шуруй-ка, ну, разошлись, тихо. Только пальцем попой будет трогать. В кузов пошел. За бдительность премия. Перевал окончен, загружаемся. Тебя что, тут пристрелить, а? Ты что, мочишь? Весь кузов. Что за агентства такие? Не охрана цирка какой-то? Непрофессиональные телохранители. Сколько стоит такая персональная охрана? Нет, это явно мне по карману. Советуй с Валентином. Он всегда может найти правильное решение. Встань здесь, ничего не вздумай, стреляю метко. Псюха! Привет! Ну как доехали? Нормально, без происшествий почти. А ты что здесь делаешь? Вас жду. Подожди, а где санитар? А ты что, не знаешь? Кондратья его схватил, помер санитар. Вот я за него. Замену не нашли пока? Да, Зинка, ну ты скатилась. Ксюха, хоть ты не нагружай, блин. Так, выгружайтесь. Шустро. Ну все, товар прибыл. Все в лучшем виде. Хорошо. Ты что, одна? Она расскажет. Да, ребята, тут маленькая проблемка есть. Человек с баблом задерживается, но к вечеру будет. Я его жду. Я не понял, что значит, он не приехал. Ну так. Ты что нас тут за лохов держишь, или что? Мы сейчас разворачиваемся и валим. Зин, реальный непорядок. Так раньше не было. Если денег не будет, я людей назад повезу. Ксюха, что хоть ты верещишь? Ну какой смысл вам их назад везти? Когда мы вас кидали? Вы надежные поставщики. У нас все было нормально. Ну приедет к вечеру. А людей на крайняк можно в кафе разместить. Ладно, нам перетереть нужно. Слышь, что делать будем? Не знаю, стремно это все. Валить надо. Может реально до вечера подождать? У нас с тобой вариантов немного. Скоро хозяйка вернется. Это наш последний шанс бабла срубить. Ладно, но если что, расхлебывать будешь ты. Я и так все расхлебаю. Ну что? Зин, ждем, но только до вечера. Ладушки, пошли в кафе. Накатим холодно. Слышишь, людей выгружай в кафе. Будем их кормить. Давайте в кафе. На обед. Давайте, давайте, шуруйте. Шевелимся. Санитарных пакетов 40 штук. Хорошо. Бинтов? 20 пачек. 20 пачек. Девочки, белье и носки складываем отдельно на этот стол. Здравствуйте. Вы? А что вы здесь делаете? Меня приняли на работу помощником бухгалтера. Ах, как интересно. Вы работаете в моем благотворительном фонде, а я об этом ничего не знаю. Меня взял на работу Валентин Степанович. А, значит, Валентин Степанович принял вас на работу. Да. И зарплату вам обещал. Я ведь не могу работать бесплатно. Мне семью кормить нужно. И какую? В смысле, сколько? Не знаю. Согласна штатному расписанию. Валентин Степанович, конечно, глава фонда и хозяин помещения, но я, как исполнительный директор, не давала ему права нанимать сюда новых работников. Я с ним переговорю. Надеюсь, что впредь он не будет решать столь важные вопросы без меня. Хорошо, переговорите с ним. А мне как быть? А вы можете быть свободны. Передайте это все девочкам, и мы желаем вам всего наилучшего. Девочки, я эту партию недооформила. Спасибо вам всем. До свидания. До свидания. Всего доброго. Господи, ну что же я делаю? Она ни в чем не виновата. Ну что, счастливчики? Давайте организованно проходим, греемся. Проходите, проходите. заходим, не мерзну. Ну что, подруга, покорми людей за счет принимающей стороны. Да и нам поляну накрой. Давно мы с тобой, Ксюха, не фестивалили. Ну так давай, вспомним молодость. Давай, ты пока сделай заказ, а я этих зарегистрирую. Так, народ, подходим ко мне по одному, регистрируемся. Зачем? Для документов. Или кто-то здесь думает, что в России можно жить и работать без регистрации. Это правильно. Это мы понимаем. Серьезная контора. Так, имя, отчество, дата рождения, место рождения. Первый пошел. Геннадий Сергеевич Малышка. Дата рождения 12.09.1974. Место рождения город Керчь. Следующий. Богдана Степановна Матвеенко. Родилась 3 мая 98-го года в Крыму. Не спеши еще раз. Богдана Степановна Матвеенко. 3 мая 98-го года. Крым. Город Армянск. Свободна. Курапаева. Ольга Андреевна. Родилась 14 января 1974-го года. Город Славянск. О, а это что? Не знаю, может, посылку кто прислал? Да посылку просто так под дверь не подкладываю. Только осторожно, мало ли там чего. о господи. Свободна, Курапаева. Погуляйте. Подруга. Скажи мне, душа моя, а как в этой толпе оказалась девочка-богданочка? Приблудилась. Приблудилась. А есть еще газеты с объявлениями о работе? Можно? Спасибо. Это что нужно? Спасибо, хорошего дня. Алло, здравствуйте, я по объявлению. Опыта работы нет, а я быстро учусь. Ладно, хорошо, всего доброго, до свидания. Здравствуйте, а вы еще сотрудников набираете? Рекомендаций нет. А у меня диплом повара есть. Хорошо, спасибо, всего доброго. Ничего, главное не отчаиваться. Город большой, работаем много. это что? Дежурный получил из центрального морга. Только теперь твоя очередь звонить его семье. Может, ты все-таки друг семьи? Да нет, уволь. Теперь ты. Богданка, иди ко мне. Какая ты умничка, а ну-ка. Какие красивые листики ты принесла. Зачем их прятать в альбом? Мы сейчас с тобой их аккуратненько разложим. Держи. Они у нас подсохнут. Алло. Фаина Марковна, это Боровко. Доброе утро, Юрий Михайлович. Фаина Марковна, нам сегодня позвонили из морга. К ним поступил труп. По описанию очень похож на Степана Матвеенко. Причина смерти Фаина Марковна. Ну да. Да, конечно, я я приеду на опознание. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»